На ННТ новости 24 студии Махач Курбанов. Короткий анонс о том, что вы сегодня увидите. Наша республика празднует День Конституции. Главные официальные мероприятия прошли на центральной площади Махачкалы. В Кардуахкенском районе продолжается республиканский межрелигиозный молодежный форум. Дагестанских атлетов сурдолимпийских игр, проходивших в Турции, встретились с почестями в Махачкалинском аэропорту. В Махачкале прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню Конституции Дагестана. В честь народного праздника на главной площади столицы развернули Майданы. Всего было развернуто около 30 подворий. Каждый район представил зрителям многообразие своей культуры. Побывал на праздновании и наш корреспондент Зумруд Гамидова. Сегодня Дагестан отмечает свой главный национальный праздник – День Конституции. Торжественные мероприятия, посвященные этому дню, проходят на главной площади столицы. С раннего утра здесь развернулись национальные майданы, где гостям представили страницы истории и современности народов, живущих в республике. Каждый район здесь представил многообразие своей культуры. Представители районов, переодевшись в народные костюмы, встречали гостей национальными блюдами, фруктами, напитками и танцами. В этот день каждый житель Гой столицы мог посмотреть мастер-классы по изготовлению деревянных ложек, кувшинов и других изделий. Перед каждой из площадок, оформленных коврами местных, мастерист выступали самодеятельные и профессиональные коллективы районов. На разосланных прямо на земле коврах дагестанские женщины занимались домашними делами, которыми в наши дни практически уже никто не занимается. Кто-то качал масло в кувшине, кто-то чесал шерсть и крутил нитки, ну а кто-то вязал теплые джурабы. А это уже смягчение шерсти. Она собирает нитку, а я вяжу журабки. А что потом из этой шерсти делали? Вот нитку. Потом ее красим, варим. Для махачкалинцев выступали юные канатоходцы и танцевальные ансамбли Республиканского дома народного творчества. Здесь же была организована выставка изделий народных мастеров. Представлены ювелирные изделия кубачинцев, изделия болхарской керамики, образцы кайтакской вышивки. Аунцукульские мастера продемонстрировали произведения декоративно-прикладного искусства. У каждого мастера была мастерская дома. Они делали, кто делал трости, кто делал тарелки, кто делал вазы. Потом они скотину выгоняли в горы и посеяли поля. Пока поля зайдут, они уже выезжали за пределы Дагестана. Уже на фантазию наносится орнамент и уже по одной ниточке забивают. Потом ее красится бордовой морилкой и с семь слоем лака. А сколько времени уходит? На эту вазу может уйти где-то полтора месяца. Глава республики Рамазан Абдулатипов вместе с другими официальными лицами обошел представительство всех народов республики. В ходе осмотра они пообщались с ремесленниками, участниками художественной самодеятельности и простыми жителями районов республики. Затем Рамазан Абдулатипов наградил отличившихся дагестанцев. Вручение государственных наград главой региона прошло в Доме дружбы. Наградами были отмечены дагестанцы, ярко и достойно проявившие себя в самых разных сферах – образовании, культуре, спорте и медицине. Выступая перед собравшимися, глава республики подчеркнул, что после развала Советского Союза в республике произошли большие изменения. Дагестан выдержал эти годы множество испытаний, сохранив единство республики. Конституция защищала дагестанцу от многих потрясений 90-х годов. Сегодня дагестанское общество живет по законам. Сегодня нет незаконного преследования людей. Празднование завершилось концертом, который прошел вечером на центральной площади города. Замрут Гамидова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. В Кардухенском районе на базе отдыха «Солнечный берег» в эти дни проходит республиканский межрелигиозный молодежный форум, в котором принимает участие более 200 человек, представляющих три мировые религии – ислам, православие и иудаизм. Сегодня в оздоровительном центре «Олимпийский день» расскажет Гамзат Нурмагомедов. Рано утром ребята после плотного завтрака собрались в лекционный зал лагеря. Организаторы составили список участников соревновательных игр. Сегодня форумчане выявят сильнейшую команду по футболу, волейболу и стрельбе из лука. Для того, чтобы они не расслабились, потому что в рамках форума у нас слеты идут, там дискуссионные площадки, вип-лекции, выезды. А спортивный день, волейбол, футбол, стрельба из лука – это больше объединит их. При формировании списков организаторы распределили участников так, чтобы в каждой команде оказались представители ислама, иудаизма и православия. В этом составе они сплоченно будут соревноваться в спортивных играх за звание чемпионов. Главная задача была выиграть и пройти дальше. Я очень рад за команду. Это, я думаю, дополнительная мотивация к следующей игре. И в дальнейшем мы настроены только на победу в турнире. Болельщики и участники не скрывают эмоции. Они переживают и поддерживают свою команду. Спортивный день для форумчана организовали соревнования по стрельбе из лука. В них приняли участие не только опытные стрелки, но и те, кто впервые держит в руках лук. Инструкторы объясняют и подсказывают им, как попасть в цель. Форум проходит на высшем уровне. Мы с разных муниципалитетов собрались ребята, молодежь, знакомство, общение, бассейн, море, волейбол, футбол. Вот позади меня сейчас стрельба из лука идет. Это дает нам силу объединиться, познакомиться со всеми, кто находится на форуме. Четвертый олимпийский день на форуме завершится чемпионатом по футболу и встрече с именитыми дагестанскими спортсменами, которые наградят победителей турниров кубками и медалями. Первый дагестанский триллер показали в одном из кинотеатров столицы. Молодой режиссер Ислам Ханипаев вместе со своей небольшой командой попробовал показать реалии сегодняшнего Дагестана. Фильм об исчезновении журналиста. Громкий газетный материал зимнего месяца становится для него последним. Главный герой Тимур пытается разгадать, о чем была его последняя статья и кто убил его друга. Как приглашенные гости оценили работу молодых кинематографистов на закрытом показе узнавала Ума Ибрагимова. Звук идет? Камера? 2-1. Погнали. Так проходили съемки фильма «Система 05». Не высыпаясь, периодически корректируя многие кадры, ребята наконец завершили работу над своим первым полнометражным фильмом. Весь съемочный и монтажный процесс длился почти полгода, но и результат не заставил себя ждать. Закрытый показ собрал немало зрителей. Мне важно было, чтобы все прошло плавно, чтобы мы доказали самим себе, что мы можем снимать кино. И можем делать такое кино, чтобы оно в первую очередь нравилось нам. Вот мы попытались сделать такое кино, чтобы оно понравилось нам, и чтобы понравилось людям и показало им что-то. Проблемные темы. По словам режиссера, фильм изначально был запланирован длительность полтора часа. В ходе работы хронометраж увеличился практически до двух часов. Однако это, признаются ребята, не единственное изменение. И зрители, и авторы фильма отметили проблемы со звуком. Конечно, были кое-какие маленькие проблемы, которые только сейчас мы выявили. Но я считаю, что мы должны были проверить, но у нас не было времени проверять. Мы не успевали по той причине, что у нас очень большие проблемы со звуком были. Проблемы со звуком. Мы не успевали сделать звук полностью. Вы уже, наверное, заметили, там некоторые моменты не были озвучены. Там двери, там и все такое, шаги некоторых моментов. Поэтому мы как-то старались быстро-быстро-быстро это все сделать. Более-менее удовлетворительный фильм, скажем так. Вот. И поэтому не совсем то, что мы хотели. Но если не учитывать звук, сам фильм получился вполне себе неплохой. Главные герои Тимура и Ибрагима в жизни Гаджи и Магомед дебютировали в этом фильме. Ранее они играли второстепенных героев. Ребята рассказывают, что такие роли им отведены неспроста. Режиссер подошел к кастингу избирательно, подбирая актеров, схожих по характеру со своими персонажами. У Ислама надо спросить. Он говорил, что этот сценарий я идеально вожусь под этого персонажа, своим типажом характера. Может, именно это мне упростило саму роль сыграть. Ислам только написал сценарий, говорит, давай будем сниматься. Он сразу говорит, я на тебя написал роль. Я уже готов был к этой роли. Я уже знал, что мы планировали снимать фильм. Я помимо того, чтобы был главной ролью, еще и продюсировал этот фильм. Али Байрамбеков делится, что начало фильма показалось ему немного затянутым. Хотя идея с убийством журналиста, расследованием главного героя, как в принципе, и сама тема сразу же его заинтересовала. Вначале, честно скажу, было немножечко скучно. Я даже на секунду глаз закрыл. Но все началось с того момента, как динамика пошла. По-моему, в кафе было В-60, да? Вот с этого момента я уже бодрячки поймал. На самом деле, сюжет шикарный. Я не знал, что такая развязка будет. Где-то что-то было с флешкой под столом. Где-то что-то я предполагал, американский стиль. Но что-то дагестанское внесли новое. Первый закрытый показ фильма успешно состоялся и получил высокую оценку зрителей. Теперь он вышел в прокат в кинотеатрах столицы. Только искать меня придется в своей голове. А там тот еще лабиринт. Ума Ибрагимова, Магомед Гусейнов, телеканал ННТ Махачкала. С коротким обзором новостей вас сегодня ознакомит Алина Хасанбекова. Самый большой потенциал для приема туристов из исламских стран у Дагестана и Чечни. Известно, что в рамках комплексной программы «Русское гостеприимство Ростуризм» реализует федеральный проект «Халяль Френдли» с выполнением всех требований гостей из мусульманских стран. Эксперты констатируют, что самый большой потенциал для приема гостей из мусульманских стран у Чечни и Дагестана. В этих регионах сегодня открыта масса отвечающих всем религиозным стандартам общественные заведения и продуктовые магазины. Национальная библиотека Республики Дагестан имени Расула Гамзатова вошла в 20-ку лучших по России. Весной прошла акция, в которой приняли участие около 16 тысяч библиотек страны. После проведения итогов стало известно, что библиотекой была организована научно-практическая конференция, посвященная 15-летию дискуссионного клуба «Природа. Человек. Разум». А также библиотекари представили конкурсную выставку художественного творчества муниципальных библиотекарей. Весь материал был отправлен в Москву, после чего поступил звонок с поздравлениями с победой. Ансамбль молодость Дагестана из Фазавюрта принял участие в Международном фестивале кавказских танцев и музыки в Турции. Известно, что ансамбль показал участникам мероприятия традиционную танцевальную культуру Дагестана, в том числе номера праздников в Горном Ауле и Ахульго. Дагестанцы могут принять участие в конкурсе социальной рекламы «Новый взгляд. Прокуратура против коррупции». «Новый взгляд» – это молодежный проект в области социальной рекламы. Организаторы конкурса предлагают участникам специальную тему для подготовки плакатов и видеороликов «Прокуратура против коррупции». Конкурсанты, в свою очередь, могут в любой комфортной для себя творческой форме представить существующую модель противодействия коррупции, учитывая работу органов прокуратуры в этой области. Дагестанских атлетов, триумфаторов летних сурдолимпийских игр в Турции встретили сегодня в Махачкалинском аэропорту. Напомним, что представительные соревнования проводятся среди глухонемых спортсменов раз в четыре года. Воспитанники дагестанских спортивных школ в составе сборной России завоевали пять медалей. Тему продолжит Алина Хасанбекова. Все награды были завоеваны дзюдоистами. Чемпионом игр стал Руслан Аскеров, которому не оказалось равных в весовой категории до 66 кг. Он, а также его трое земляков и Натанашева, Курбан Муртазалиев, Мурат Магомед Дилаев стали победителями призеров в командных соревнованиях. Вернувшихся с триумфом на родину спортсменов с почестями встречали представители Министерства по физической культуре и спорту Республики, общественные и политические деятели, именитые спортсмены, родственники и друзья. Наши спортсмены демонстрируют высокие показатели выступления на международной спортивной арене. И сегодня мы встречаем наших героев спорта. Давайте поприветствуем еще раз, скажем большое спасибо. Они совершили настоящий подвиг, дорогие, знайте. Присутствующие сказали много теплых слов и поздравлений в адрес чемпионов. Сурдолимпийские игры проходят с 18 по 30 июля в турецком Самсуне. Шанс подняться на пьедестал есть еще у двоих дагестанских атлетов. Аскара Аскарова в вольной борьбе и Шамиля Исакова в тэквондо. Встреча победителей продолжилась концертной программой, в которой приняли участие и сами спортсмены, станцевав лизгинку. Алина Хасанбекова, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала. На последок курс валюты на завтра. Доллар 59 рублей 91 копейка и евро 69 рублей 68 копеек. Еще больше новостей вы увидите на нашем сайте nnttv.ru. Я с вами прощаюсь. Всего хорошего. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»